Далее в мегамашинах. Мы прорубим путь через леса Огайо на гигантской машине для подрезки кустов. Это Блаун 620 ФБ Прентис Феллер Банчер. Высота. 13 метров. Длина. 10 метров. 620 ФБ Прентис Феллер Банчер. Самая суровая лесоповальная машина в мире. Этот конкретный экземпляр работает в Огайо, подрезая деревья и расчищая участок для прокладывания канализационных труб. Его высота 3,5 метра. Ширина 3 метра. Вес 30 тонн. А мощность двигателя 280 лошадиных сил. Его захват с пилой расположен на 13-метровой стреле и с легкостью хватает, спиливает. И уносит деревья более 60 сантиметров толщиной, 20 метров высотой и весом до 4,5 тонн. Так что, когда в следующий раз пойдете через лес в гости к бабушке, забудьте про серого волка. Потому что эта машина – кошмар для любой красной шапочки. Френтис словно вышел с экрана «Звездный хвой» на огромный робот, управляемый человеком. Здесь будут прокладывать крупную канализационную линию, поэтому надо подрезать деревья, иначе их кроны будут мешать экскаватору, который будет копать траншею. Тогда все смогут работать, и даже деревья не погубят. Этим Френтисом управляет Джейсон Фитцпатрик. Если он положил руку на панель управления, деревья берегитесь. Когда я работаю на этой машине, мне не нравятся маленькие деревья. Мне нравятся большие. С ними гораздо интереснее. За это я и люблю свою работу. Это очень мощная машина. В ее кабине ты сам чувствуешь себя сильным, как мамонт. Можешь схватить пятитонное дерево и отбросить, как тряпичную куклу. Просто феноменально. Однако Френтис не полагается на одну грубую силу. Эта машина так же устойчива, как балерина. И гибка, как акробат. Она автоматически выравнивается. Эта машина удерживает равновесие. Можно работать под уклоном в 45-50 градусов, и она все равно будет стоять ровно. Это ноги машины, пятиметровые гусеницы. На них она может двигаться даже под углом в 55 градусов. А это ее выравнивающая система. Здесь установлено четыре гидроцилиндра, по одному на каждом углу. Я могу поднять один цилиндр до упора, а второй опустить и выровнять машину, чтобы работать дальше. Стрела длиной около 9 метров и состоит из трех сегментов. Это основная часть с одним поршнем, поднимающим и опускающим всю стрелу. Второй сегмент позволяет изгибать стрелу. Третий сегмент, расположенный здесь, вращает, поднимает и опускает рабочую насадку. Четвертый сегмент — это насадка феллер-банчинг. Работу делает именно она. Она около двух с половиной метров в высоту. А это пила, срубающая дерево. Она около 80 сантиметров диаметром и вращается со скоростью от 1300 до 1800 оборотов в минуту. Чтобы срубить дерево, оно должно находиться между этими выступами. Потом оно фиксируется клещами, пила выезжает из паза, срубает дерево и возвращается обратно в паз. Однако при работе с этим гигантским лесорубом следует соблюдать осторожность. Зазеваетесь рядом с пилой и... Работа с этой машиной очень опасна. Опуская дерево, надо следить, где все остальные рабочие. Нужно точно рассчитать, куда ты хочешь его положить и видеть, что вокруг. Рядом может быть высоковольтная линия, которой следует остерегаться. У машины стальные гусеницы, так что при ударе током она будет заземлена, и удар придется на водителя. Можно покалечить себя и других, и даже погибнуть. Но если управлять им осторожно... 620 FB Prentice Feller Buncher способен вырубать до пяти акров леса в день. Что делает его ценнее любого другого работника. Это очень увлекательная работа. Если кто-то хочет стать оператором такой машины, могу лишь поздравить с отличным выбором. Вы полюбите эту работу. Она просто неповторима. Прямо дух захватывает. Далее в «Мегамашинах». Мы прорубим путь через леса Огайя на гигантской машине для подрезки кустов. Это «Блаун-620 FB Prentice Feller Buncher». Высота — 13 метров. Длина — 10 метров. «Блаун-620 FB Prentice Feller Buncher» — самая суровая лесоповальная машина в мире. Этот конкретный экземпляр работает в Огайя, подрезая деревья и расчищая. Стрела длиной около 9 метров и состоит из трех сегментов. Это основная часть с одним поршнем, поднимающим и опускающим всю стрелу. Второй сегмент позволяет изгибать стрелу. Третий сегмент, расположенный здесь, вращает, поднимает и опускает рабочую насадку. Четвертый сегмент — это насадка «Feller Buncher». Работу делает именно она. Она около 2,5 метров в высоту. А это пила, срубающая дерево. Она около 80 сантиметров диаметром и вращается со скоростью от 1300 до 1800 оборотов в минуту. Чтобы срубить дерево, оно должно находиться между этими выступами. Потом оно фиксируется клещами. Пила выезжает из паза, срубает дерево и возвращается обратно в паз. Учаи участок для прокладывания канализационных труб. Его высота — 3,5 метра. Ширина — 3 метра. Вес — 30 тонн. А мощность двигателя — 280 лошадиных сил. Его захват с пилой расположен на 13-метровой стреле и с легкостью хватает, спиливает. И уносит деревья более 60 сантиметров толщиной, 20 метров высотой и весом до 4,5 тонн. Так что, когда в следующий раз пойдете через лес в гости к бабушке, забудьте про серого волка. Потому что эта машина — кошмар для любой красной шапочки. Прэнтис, словно... Можешь схватить 5-тонное дерево и отбросить, как тряпичную куклу. Просто феноменально. Однако Прэнтис не полагается на одну грубую силу. Эта машина так же устойчива, как балерина. И гибка, как акробат. Она автоматически выравнивается. Эта машина удерживает равновесие. Можно работать под уклоном в 45-50 градусов, и она все равно будет стоять ровно. Это ноги машины — пятиметровые гусеницы. На них она может двигаться даже под углом в 55 градусов. А это ее выравнивающая система. Здесь установлены четыре гидроцилиндра, по одному на каждом углу. Я могу поднять один цилиндр до упора, а второй — опустить и выровнять машину, чтобы работать дальше. Вышел с экрана «Звездных войн» — огромный робот, управляемый человеком. Здесь будут прокладывать крупную канализационную линию, поэтому надо подрезать деревья, иначе их кроны будут мешать экскаватору, который будет копать траншею. Тогда все смогут работать, и даже деревья не погубят. Этим Прентисом управляет Джейсон Фитцпатрик. Если он положил руку на панель управления, деревья берегитесь. Когда я работаю на этой машине, мне не нравятся маленькие деревья. Мне нравятся большие. Ими гораздо интереснее. За это я и люблю свою работу. Это очень мощная машина. В ее кабине ты сам чувствуешь себя сильным, как мамонт.